Всем привет-привет! Недавно я сделала для себя вывод, чем старше я становлюсь, тем больше я думаю о холестерине, ГМО, сахаре, калориях, жирах и углеводах. И не зря, на самом деле, не зря я о них думаю, так как мы есть то, что мы едим. Это на самом деле уже факт подтвержденный. Я очень давно слежу за своим питанием, и мои самые первые видео в ютубе как раз таки были о том, как я похудела после родов. С тех пор прошло примерно 4 года. 4 года это не маленький срок для того, чтобы что-то поменялось у нас в жизни, появилось что-то новенькое. Взгляды мои тоже немного поменялись, но в принципе схема осталась одна и та же. Но сразу хочу сказать, что я не идеальная, и семья у моей тоже не идеальная. Мы иногда можем позволить себе кушать что попало. Но, тем не менее, каждый день я думаю о том, что я ем, и каждый день я думаю о том, что я буду есть завтра, и что же будут есть мои близкие люди. То, как я питалась последние года, это оказывается называется интуитивное питание. То, что мы сейчас видим и слышим повсюду, новая фраза такая, интуитивное питание. Красивая фраза, новая диета. Везде люди в ютубе и в роликах с них рассказывают, как они похудели на интуитивном питании, как они прочли книгу об интуитивном питании, и как им помогло это в жизни вообще, как они похудели, стали стройными и пересмотрели свой взгляд на все. Как обычно со мной происходит, когда меня что-то цепляет, я вообще не сплю, я смотрю про это видео, читаю литературу, и я, наверное, неделю посвятила тому, что я смотрела ролики в ютубе, рассказы девушек о том, как они похудели на интуитивном питании. Эти девушки разделились на два лагеря. Одни, которые рассказывали о том, что они едят все, что угодно. То есть, были даже такие девушки, которые снимали влог, что они едят в течение дня на интуитивном питании. Одни девушки ели конфеты, гамбургеры, картошку фри, пили колу, а другие девушки ели здоровую пищу, но ели, когда хотели и, в принципе, сколько хотели. То есть, уже как бы одно и то же интуитивное питание, но два лагеря. Одни едят не здоровую пищу, другие здоровую. Вкратце расскажу про интуитивное питание. Принцип такой, что вы едите, что хотите. Это самое главное правило. Вот кушайте, что хотите, и ни в чем себя не ограничивайте. Но потом, через время, когда ваш организм насытится, вы перестанете это есть. То есть, можно чипсы, все что угодно. Я вообще против этого. И я считаю, что не нужно есть чипсы, чтобы насытиться ими, а потом когда-то от них отказаться. Мне кажется, каждый из нас может взять себя в кулак и понять, осознать то, что это вредно. Лично я люблю чипсы, но я настолько себя запрограммировала в том, что они вредные, жирные, с разными добавками химическими. Я даже не могу взять их в рот, понимаете? Для меня это настолько вредно, что мне кажется, если я возьму чипсинку в рот, то мне тут же станет плохо и я умру. Кто-то из вас может сказать, что вот надо есть жиры, нельзя себя ограничить. Да, я тоже это прекрасно понимаю и я употребляю жиры, но в здоровом виде. То есть, если я знаю, что этот продукт содержит добавки, красители, ГМО, химикаты, ароматизаторы, то для меня этот продукт автоматически становится бесполезным. Летом еще прокатывает майонез с овощами, потому что овощи свежие перебивают жирок. И как-то свеженько, так нормально, можно глотнуть. Но зимой, даже вот сейчас на Новый год, я вообще не могла есть оливье, потому что я не понимаю вообще, как можно есть оливье. Особенно у меня Вова очень любит много майонеза в оливье, чтобы оливье плавало в майонезе. И для меня это просто вынос мозга, взрыв. Еще я поражаюсь людям, которые говорят, вот я на Новый год объелась салатов жирных, поскорей бы этот Новый год закончился, я сразу стану здорово питаться. А я не понимаю, почему нельзя в новогоднюю ночь приготовить полезные продукты, да? Ну, то есть полезную пищу, полезные салаты, от которых ты не будешь кабанеть, и потом на следующий день просто тошнить тебя не будет. Например, если вы любите очень сильно майонез, то, ребята, можно приготовить майонез самостоятельно дома, из домашних продуктов. Это не значит, что нужно покупать майонез ведрами в магазине и заправлять майонезом все салаты, потому что так сытнее, и мы так быстрее наедимся, и вообще вкусно так. Нет, выбросьте эту привычку и запомните, что майонез в магазине покупной вреден для нашего здоровья, чипсы вредны для нашего здоровья, кириешки. Вот знаете, такие сухарики продают с разными красителями, добавками, ароматизаторами, и еще многие дают их детям целыми коробками, и дети съедают. Вы посчитайте, сколько ребенок в месяц съедает этих сухариков у вас дома. Зачем? Зачем вы пичкаете детей этим? Вы же можете дома приготовить те же самые сухарики, только в домашних условиях, с натуральными специями и приправами. То есть, мне кажется, люди настолько стали ленивыми, что им проще купить что-то из магазина готовое и быстро впихнуть ребенку, либо близкому своему, либо ты сама это все съешь быстренько, чтобы не заморачиваться лишний раз. И когда я стала про все это думать, я, наверное, уже только от одной мысли, я начала худеть. На здоровом питании человек начинает паниковать от того, что не знаешь, что приготовить. Где взять нормальные, качественные продукты? Потому что сейчас зайди в наш супермаркет, все из Китая, и непонятно откуда и какой свежести. И страшно, ребят, на самом деле страшно покупать. Будем уже брать из того, что есть. Мы не можем все жить в тропиках, где все растет круглый год. Да, на нас сейчас очень сильно повлиял Таиланд, потому что там свежие фрукты, свежие овощи. И по законодательству у них запрещено выращивать продукты при помощи всех этих ГМО и пестицидов. А еще я посмотрела фильм «Сахар» новый 2016 года. И этот фильм на меня тоже очень сильно повлиял. Но это не значит, что вы должны полностью отказываться от сахара, от фруктов, от всего на свете. Этот фильм нужно воспринимать как подсказку, чтобы вы уже интуитивно после просмотра знали, как вам примерно действовать и что приводит к тому или иному сбою в вашем организме, чтобы вы уже осознавали весь этот процесс. Поэтому обязательно посмотрите фильм «Сахар», кто не смотрел. Особенно это касается тех мам, которые пичкают своих детей бутылками с кока-колой или с фантой или с соками натуральными. Дети выпивают по литру в день, и я просто не могу на это такое смотреть. У меня сердце кровью обливается, мне жалко детей. Моя дочка Сара этого не ест и не пьет. Но она тоже любит, и я хочу внушить ей то, что это не полезно. Она может это пить, я ей не запрещаю. Знаете, бывает такой «Ой, не пей, не ешь, не кури». Она завтра пойдет спрячется за угол и все это выпьет, если при мне нельзя, например. Я хочу научить ее тому, что пей, ладно, ради бога, но ты должна знать, почему это вредно и почему это нельзя. И тогда у нее будет выбор, тогда она будет понимать, что нет, я лучше выпью воды, чем вот это вот. И мне в детстве так не объясняли, поэтому даже не было такой информации доступной, чтобы мои родители могли мне объяснить. Мы можем питаться правильно, полезно и покупая продукты в наших магазинах, готовя дома самостоятельно. Полезное питание, правильное питание – это дорого, потому что вы должны покупать какие-то дополнительные ингредиенты, там орехи, семечки – это дорого, витамины – это дорого на сайтах. Конечно, я про это не буду говорить и сразу извиняюсь перед теми, кто не может себе позволить все это купить. Можно все равно обойтись, заменить эти продукты сезонными овощами, сезонными какими-то доступными ингредиентами в магазинах. И можно обойтись без ягод, например, зимой, потому что они очень дорогие. А заменить это, например, вареной свеклой. Ну, как-то так. Многие девчонки спрашивают меня о том, как же похудеть. Вот я сижу на диетах, не могу похудеть. Большая проблема у нас в голове, потому что мы страдаем от того, что мы сидим на диетах, и диеты для нас воспринимаются как-то страшно. Вот я завтра сяду на диету, у меня уже организм начинает от этого трястись, честно. И когда я это поняла, я перестала так сильно паниковать и хотеть кушать на самом деле. Если бы я, например, знала раньше, что не нужно так паниковать, думая о диетах, то, наверное, я бы уже быстрее и давно пришла в себя, пришла в форму. И самое главное правило, это если вы нормально относитесь к диете, то все будет у вас хорошо, и у вас все получится спокойно, нормально. Диета – это почему-то очень страшное слово для всех, но вы забыли самое главное. Диета переводится с греческого как образ жизни. То есть вы так должны жить. Это не значит, что диета – это пить одну воду, ничего не есть. Это вообще неправильно, это я не знаю, для кого это придумали. Может быть, для тех, кто сушится перед соревнованиями. Я против вообще таких диет. Так что, девочки и мальчики, самое главное правило – перепрограммируйте свой мозг. Возьмите листок бумаги, ручку и запишите на этом листке полностью все продукты, которые вы употребляете примерно, наверное, в течение месяца. Не нужно повторяться, а вот именно вспомните все, что вы едите, все, что вы пьете с утра до вечера, и запишите все это на листок. А затем возьмите и распределите весь этот список на две колонки. В одну колонку занесите вредные продукты, а в другую – полезные. Вы должны все это увидеть собственными глазами, что же вы такого вредного едите. И понять все-таки для себя. И запомните, это у вас отложится где-то там, подсознательно. Вы уже потом, придя в магазин, будете знать, что вот, чипсы я не возьму, потому что они вредные, и я их ем, и много ем. Я их отложу, возьму лучше яблочек. Спределите свое меню на завтрак, обед, ужин и перекусы. И хочу сразу сказать, что вы не должны голодать. Вот когда вы голодаете, это самый главный стресс. От этого вы воспринимаете тяжело диету, и вообще все, что касается ограничений каких-то питаний, все. А если вы голодаете, это все провал. Поэтому не нужно голодать. А если понимаешь, что я хочу есть, я иду и ем. Даже, может быть, прошел час после приема пищи, я все равно, я хочу что-нибудь пожевать. У меня такая есть привычка. Для этого у меня существует целый такой список продуктов, которые я могу пожевать. То есть они полезные, они не пойдут мне во вред. Сделайте для себя тоже такой список перекусов, которые вы можете пожевать, перекусить, и на работе между основными приемами пищи. Именно для таких панических атак у вас должен быть список и под рукой уже готовые продукты. Например, это могут быть как орехи, так и овощи сезонные. Например, сейчас зима, порежьте морковку, порежьте капусту, порежьте яблочки. Еще есть такой психологический трюк. Когда вы нарежете овощи на тарелке или там с собой возьмете, то вы вспоминаете, что у вас это нарезано, и вам приятнее это есть. Например, я режу морковку палочками, и мне приятнее есть морковку палочками, чем взять целую морковь и грызть ее, и жевать. Конечно, самое главное пить воду. Вам уже об этом все говорят. Я знаю, есть такие люди, которые не могут пить воду, их тошнит от воды. Добавляйте в воду огурчики, порежьте. Аромат огурцов распространится на воду, и в воде станет вкус. Можете клубнику туда пару ягод закинуть. Например, вы нальете в литровую емкость воды, туда 3-4 ягодки клубнички мороженые, и у вас уже вода с другим привкусом, и вы уже сможете ее выпить. Я, например, встаю и понимаю, что мне сейчас нужно напиться. Я иду на кухню, беру стакан пол-литровый и выпиваю несколько стаканов. Я себя заставляю. Для меня теперь это стало, знаете, как ритуал какой-то, то есть как почистить зубы. Без этого я не могу дальше двигаться. Неделя-две пройдут, и вам станет легче. Вы уже привыкнете и будете пить сами воду. И в течение дня старайтесь тоже пить воду, воду, воду между перерывами. Откажитесь от привычки пить сладкие соки и сладкую газировку. Вообще перестаньте пить соки, пакетированные из магазинов. Ребят, это вредно. Это просто уже доказано. Это кошмар, и перестаньте давать это детям. Либо разбавляйте с водой ребенку, пусть он пьет 50 на 50 микс, но хватит. Чисто ганом, вот так, сладкий сок с трубочкой, хватит. Я придерживаюсь того, что за 2 часа до сна, в принципе, можно поесть. Но ни жирную, ни сладкую пищу тоже придумайте какие-то легкие перекусы. Я, например, еще люблю чай себе сделать с корицей и налить туда заменитель сахара. Но у меня заменитель сахара из стевии. Стевия это растение безвредное, поэтому можно пить. А обычный сахарозаменитель очень вреден, поэтому тоже пересмотрите его, если вы его употребляете. Если вы любите пить чай с конфетками, с печеньками, то замените, пожалуйста, конфеты и печенье, шоколадные конфеты, которые вы покупаете килограммами. В магазинах зачем? Пожалуйста, не покупайте. Замените все это сухофруктами, орехами. Это намного полезнее. Знаете, есть такой прекрасный момент, прекрасная отдача от такого питания, когда вы будете питаться правильно, и в течение нескольких месяцев у вас уже будут выходить ваши шлаки и всякое-всякое из организма, вам станет намного легче. Вы заметите, как ваше настроение улучшится, как вы будете с легкостью просыпаться. У вас будет намного больше энергии, чтобы работать, заниматься. Конечно, золотое правило, еще расходуйте больше калорий, чем вы потребляете, если вы хотите похудеть. Правильное питание – это не только ваша фигура. Может быть, вы думаете, что зачем худеть, зачем быть худой. Я нравлюсь себе такая, какая я есть. Пожалуйста, нравься себе такой, какой ты есть. Ты можешь не худеть, но ты пойми, что это твое здоровье. Волосы, зубы, кости, ногти, твое будущее потомство. Ты можешь принимать себя такой, какая ты есть. То есть ты ленивая, и я принимаю себя такую ленивую. Как хочу, так и живу. Это неправильно. Девочки, мальчики, поэтому давайте берите себя в руки и добивайтесь результатов. Так интереснее жить. Вам легче так будет жить, и увидите, как вокруг вас меняется мир. Поэтому надеюсь, вам было полезно это видео. Желаю всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok